Иван Пирог. Как я победил свою лень. Когда-то я был чертовски ленивым парнем. Забрасывал свои начинания и не мог довести начатое до конца. Быстро остывал к целям. Хватался то за одно, то за другое. Но все бросал. Лень поставила меня на путь психологии в 2006 году. В шесть лет я пытался устранить свою проблему разными способами, но ничего не получалось. Иногда мне казалось, что с ленью невозможно справиться, что я таким родился, что лень – неотделимая часть меня. Но выбора не было, и я продолжал копать. Сейчас лени больше нет. Прошло два года, и я точно знаю, что проблема больше не вернется. Давайте я расскажу, как мне это удалось. Симптомы лени. Лень проявляла себя по-разному. Чаще всего это было внутреннее сопротивление продолжительному умственному труду. А также постоянное откладывание дел на потом. Луч солнца в темном царстве иногда улыбался мне. Были недолгие моменты просветления, когда лень выключалась, и я начинал все делать быстро и хорошо. Но это продолжалось не больше двух дней. И то бывало редко. Затем очередной откат, и меня вновь отбрасывало в тягучее болото откладывание, страдание фигней и самобичевание за собственное безделье и расхлябанность. Знаете, даже приятно вспоминать все это, когда проблема уже позади. Сегодня я очень благодарен моей Лене за то открытие в психологии, на которое она толкала меня все эти шесть лет. С чего я начал? С простой и примитивной психотехники BSFF. Я нашел ее в интернете и тут же приступил к практике. Это был конец 2006 года. За три месяца жесткой и даже брутальной, я бы сказал, борьбы, я многое узнала о себе и своих проблемах. Но вопросов становилось больше, а проблема с места не двигалась. И тогда я начал воровать. Как только появлялись новые техники для работы с проблемами, я воровал их у людей, которые были на семинарах. Иногда я обращался к ним с просьбой порепетировать на мне бесплатно, но чаще платил за сеансы. Одного сеанса по скайпу мне хватало, чтобы полностью уловить суть новой техники и начать применять ее. Этим способом я стащил много самых разных методик. Затем я начал пробовать техники на друзьях, знакомых и вообще на всех желающих. Пользовался любым случаем с кем-нибудь поработать, чтобы повысить свой уровень. Постепенно начал обрастать клиентами из разных стран. Работал бесплатно и набирался опыта. Что дальше? Практиковал много. Подсвящал работе со своими и чужими проблемами по 4-8 часов каждый день. В то время я был фрилансером и времени хватало. Лень для меня была той морковкой, которая стимулирует сзади. Кнут называется. Она создавала хроническую нехватку денег и периодически макала головой в долги. Съемная квартира в Киеве. Одинокая холостяцкая жизнь. Много идей в голове, но лень блокирует их. Один раз в месяц провожу конференции по программированию, но по-прежнему сильно ленюсь. Развитие ускоряется. В 2008 году я начал организовывать семинары по психологии и приглашать в Киев интересных тренеров. Так я получил доступ к большому количеству новых техник. Появилась первая версия анализа предназначения человека, которая стала результатом одного моего озарения. В 2009 году я открыл свой блог и начал активно практиковать символическое моделирование. В 2010 году на основе АМПЦ я разработал технику «Коррекция ролевых программ» и начал получать очень неплохие результаты со своими клиентами. 2011 год ознаменовался приходом РПТ в мою жизнь. Через два года эта техника стала ступенькой к неожиданному открытию, которое я сделал в мае 2012 года. Кому интересно, на этой странице можно найти список техник, которыми я владею. «Наконец, я победил лень. 26 мая 2012 года. День, когда я полностью избавился от своей лени. Полностью и окончательно. Раз и навсегда. В этот день я опять работал с откладыванием. Во время сеанса всплала сильная печаль, которая шла по материнской линии. Три часа подряд я топтался на месте, перепробовал все, что мог, но печаль не уходила. Внезапно я понял, что эта печаль присутствует в каждой ситуации, где происходит потеря отношений и потеря любви. Например, эту печаль я переживал, когда девочки говорили мне «нет». Не знаю, как меня угораздило, но я принял связь между печалью и потерей любви. Как только я произнес эти слова, печаль моментально начала угасать. «Такого эффекта я не ожидал». Я еще раз повторил про себя. Я принимаю связь между печалью и потерей любви. И от внезапности чуть со стула не упал. После второго повтора этой фразы печаль прошла моментально. А на ее месте возникла сильная радость, которая была похожа на теплые солнечные лучи, выходящие из солнечного сплетения. «Моя лень исчезла после второго же повтора». После двух повторов ключевой фразы мне стало радостно, как в детстве. Через 20 минут радость стихла и перешла в глубокое, приятное спокойствие. Я решила опять подумать о проблеме. К моему удивлению, каждая мысль о проблеме только усиливала радость в солнечном сплетении. Такого еще никогда не бывало. На месте проблемы образовалась приятная пустота. Будто резко исчез фоновый шум, к которому я настолько привык, что перестала его замечать. Момент – начало новой жизни. Когда лень исчезла, я с головой погрузился в программирование. Еще никогда я так не отрывался. Работа шла быстро и приносила много удовольствия. Мой энтузиазм не угасал. Внутри меня открылся бесперебойный источник мотивации, который раньше блокировался печалью. Но теперь он был свободен. Больше не нужно было мотивировать или принуждать себя. Я просто делал то, что собирался сделать. Параллельно с этим я продолжал много работать с людьми по скайпу. Все шло отлично, если бы не. Через семь месяцев мой первый проект по программированию завершился полным провалом. Я ожидал, что полный провал надолго загонит меня в депрессию, как это бывало раньше. Ведь столько времени вложено, столько сил. Все зря. Но нет. К моему удивлению, я не впал в уныние. Через две недели я взялся за следующий проект, который закончил ровно через четыре месяца. Мотивация по-прежнему была высокой. Когда второй проект был завершен, меня вновь настиг полный провал. Это стало понятно в мае 2013 года. Ровно через год после устранения Лени. Я оказался в полной растерянности. Перспективных идей больше нет. Делать могу, Лени нет, но не знаю, за что взяться. Вариантов много, но ни один не обещает результатов. Я впал в полное отчаяние, а затем скатился в апатию. Повторное открытие. Несмотря на апатию, я продолжал действовать, но внутри все больше нарастало ощущение бесполезности всего, что я делаю. И я продолжал падать вниз. В июне 2013 года меня накрыло так сильно, что я сказал себе, «Так больше продолжаться не может. Пора разобраться с этой апатией». Опять проблема шла по линии матери. Это была сильная горечь, а не апатия, как я думал вначале. Я долго подтверждал вторичные выгоды, как это делается в РПТ. Но результат был нулевой. В какой-то момент пришло осознание, что горечь порождается полной беспомощностью. Никто мне не поможет, и я сам себе не могу помочь. И тут я вспомнил, что сделал год назад. Я подумал, а что, если принять связь между горечью и беспомощностью? Конечно же, это сработало. Причем настолько мощно, что я еще целый час ходил по квартире и смеялся от радости. Проблема разваливалась на глазах буквально за три секунды. Я понял, что открыл нечто мощное и уникальное. Всю ночь после этого я никак не мог заснуть. Обдумывал, что именно дало столь мощный эффект, и каким образом это произошло. Я долго не мог объяснить себе, чем же является эта беспомощность, и почему ее осознание так быстро устранило мою печаль. Для начала я назвал подобные ности общим состоянием. Моя логика была такая. Какое общее состояние? Состояние беспомощности или состояние безнадежности? На следующий день решил применить открытие на жене. Ровно 15 минут нам понадобилось, чтобы найти слово «ограниченность», а затем принять связь между нею и грустью. Грустью бесследно пропала, и тогда Юля, моя любимая жена, сказала «Очень странное состояние. Не получается сфокусироваться на ситуации. Это совсем не так, как было после других техник. Все по-другому». Трансформация фильтров восприятия На протяжении 10 месяцев я детально изучил ту особенность мозга, которую мне довелось случайно открыть. У клиентов результаты были похожи на мои. Проблемы бесследно исчезали по частям. Вскоре я понял, что слово «сочетание фильтров восприятия» является более подходящим и точным названием для всех этих «ностей», которые удерживают наши проблемы. В конце концов, новую технику я назвал «трансформация фильтров восприятия». Она стала самым мощным инструментом из всех, которые я когда-либо использовал. У всех подопытных наблюдалось одно и то же. Через месяц после устранения проблемы у всех без исключения наблюдался одинаковый эффект. Всем было очень трудно вспоминать подробности своей проблемы. Когда я читал клиентам описание их проблем, записанных с их же слов, то им казалось, будто я перепутал записи в своей тетради и читаю описание чужой проблемы, которой у них никогда и не было. Это потрясающий эффект. Проблемы у человека будто никогда и не было. Всего за 9 месяцев я безвозвратно устранил 8 собственных проблем, которые отравляли мне мою жизнь. Самые сложные клиенты уже либо решили основную проблему, либо добивают последние кусочки. О том, что такое фильтров восприятие, я расскажу во второй части. В продолжении вы получите теоретическую часть о фильтрах восприятия. С вами была Екатерина Юрьева и канал Рассказы в озвучке.